Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня у нас с вами последнее видео 2022 года, где я подвержу итоги, что же я успела сделать за это время, что не успела, а про что вообще забыла. Да, такое тоже может быть. И итоги 22. Конечно же, мы все знаем, чем знаменован этот 22-й год, какой трэш творился и творится по сей день в нашей стране, в моей стране, я живу в России, и в других странах, вообще во всей планете Земля. Но честно упоминать и говорить про это, у меня уже не осталось сил, ни моральных, ни физических, поэтому сегодня, может быть, я просто не знаю, как меня куда поведет, я могу что-то упомянуть. Я хочу, чтобы это видео получилось неким safe place, место безопасности, где вы можете выдохнуть, чтобы вам не жужжали в очередной раз в уши, что вот там это произошло, это то, 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 и все друг на другу ругаются, злятся. Зачем? Зачем ругаться? Всегда надо покупать пупы, а не вот эти хигни. Я устала от этого. Вы сейчас немножечко, как и я, выдохнули, подвели некие итоги своей жизни и подготовились жить дальше в новый 23-й год. И итоги 22. Ну, на самом деле, если отбросить все вот эти вот вещи страшные, которые сейчас происходят, для укулеле комьюнити это был здоровский год, потому что он начался с того, что я выпустил свою подписную укулеле-акулеле. Вообще, весь этот мем пошел с того, что я знаю, что в укулеле комьюнити ваши родственники или ваши друзья, которые никогда не сталкивались и не видели вживую этот инструмент, коверкают его название. Типа, укулеле, акулеле, ахахахаха, как смешно. Поэтому я решила, как бы, дать отпор вот этому злу под названием акулеле и выпустить акулеле. Прям полноценный, настоящий инструмент. На нее я уже делала полноценный видос. Если вы хотите поддержать меня, поддержать нашу комьюнити, то ее можно приобрести на любом маркетплейсе или в любом музыкальном магазине. Ссылки, если что, я оставлю. Но если у тебя уже есть инструмент, то у меня также вышли и подписные аксессуары к укулелькам. Это ремешок. Кстати, ремешок еще есть для размера гитары. Гитаристы, я тоже про вас подумала. И подписной каподастер для укулельки. То есть, вот он прям свэш, фрэш, джуси. Вот недавно, буквально месяц назад вышел. Если у вас чего-то из этого нет, то тоже ссылку в описании оставила. Вот это событие действительно вынесло укулеле комьюнити на новый уровень. То есть, теперь у нас существует полноценный инструмент. Он яркий, он фрэш, он джуси. И теперь мы еще более стали видимыми. За что я в этом году и боролась. Даже когда я сейчас готовилась к этому видео, поняла, что как-то этот год у меня больше прошел оффлайн, а не онлайн. Потому что так и видео на ютюбе меньше я снимала. И как-то тиктоков. Потому что тикток закрыли. Просто так не выложить. Но если окольными путями идти, то можно. Я, кстати, в тикток вернусь, друзья. Можете подписываться, смотреть. Я это осознала, что мы вышли с вами на новый уровень, когда начала вести мастер-классы. Да, за этот год я провела целых восемь мастер-классов. Причем в разных городах. В Питере, в Москве, в Казани, в Тульской области, в Поле. Я недавно ездила на дикую мяту кэмп. Если что, анонс всех онлайн и оффлайн мероприятий я опубликую себя в соцсетях. В том же самом сообществе на ютюбе. Поэтому периодически, пожалуйста, туда заглядывайте. И приходите, если у вас есть возможность. На самом деле, вот вести мастер-классы я хотела еще два года назад. Потому что ваша Даречка, любимая, по образованию учительница музыки, как бы. Вот это поворот! Вот это идея Икс, что я буду что-то рассказывать, меня будут слушать. Я об этом грезила, думала. И тут ба-бас, весь этот бот как-то так прошел очень интересно. И итоги 22. Ну, не только в этом году я вела очень много мероприятий. Также я успела побывать на федеральном канале. Лады, представьте, это парадный или подъезд. Мы сейчас в Петербурге, поэтому парадный, да? Это пятый федеральный канал. Это тот самый канал, где крутит сериал «След». Я успела поучаствовать в программке. Приятная, теплая, душевная, добрая программа. Называется «День ангела». Это для ребяток, которые живут в детских домах и ищут родителей. Да, я понимаю, что тема немножко щептильная. Но для героини, для вот этой девочки Вера, я была ангелом. Или как это можно назвать? В общем, она мечтала научиться играть на укулельке. И я тоже провела специальный для нее мастер-класс. И это еще по телеку показали. Вы, кстати, можете посмотреть отрывок или полностью видео по ссылке. Сейчас где-то вам оставила. Тоже клевый экспириенс. Типа прям настоящий телевизор. Вот, знаете, интересно получается, что мы вроде бы с вами живем уже, ну, как бы, заканчиваем 22-й год, 23-й начинается. Мысль о том, что ты побывал на телеке, ты там снялся в какой-то передаче, это ценится, это какой-то уровень. Хотя лично у меня уже столько лет нет телевизора. Как так получается? Вот напишите мне в комментариях, почему-то, вот, типа, ты был на телеке, типа, ты крутой. Это как-то воспринимается по-другому. Итоги 22. Ну и завершился мой 22-й год оффлайн-мероприятий рождественским укулеле-концертом в Литеранской церкви Ананкирхи у нас в Питере. Дивная ночь, дивная ночь. И это очень прикольный экспириенс, то есть люди пришли. Мы даже до этого с ними ни разу не виделись. Я просто специально подготовила разборчик, все подписала, расписала. И люди пришли, и мы записали тоже видос, который вы можете посмотреть сейчас по ссылке. И вот где-то тут у нас высветился такая хорошая была нотка завершения этого укулельного года. Итоги 22. Если немного упомянуть про мою реальную жизнь, чем я живу. Мы успели с ребятами съездить на небольшой уикенд в Калининград. Кстати, прикольный город-городок. Если вы с Калининграда, дайте мне об этом знать. Также, наверное, самое главнейшее событие, я сделала, наконец-таки, коррекцию зрения. Да-да-да, ура! Все эти года я ходила со своими очечками, очками. В целом, я привыкла к этому, но пожив уже несколько лет в Питере, я поняла, что здесь нереально людям, которые носят очки. Постоянно снег, дождь, запотевает, если это еще зима. Вы понимаете, о чем очкарики я говорю. И, наконец-таки, созрела, сделала коррекцию зрения. И ни о чем вообще не жалею, как пел Тимати. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Это действительно было мое самое лучшее решение 22-го года, сделать коррекцию зрения. Если вы до сих пор откладывали и думаете уже несколько месяцев или лет об этом, блин, делайте, это того реально стоит. Я вижу все сейчас. Типа, вот уже столько месяцев прошло, я делала это еще в августе. Сейчас декабрь месяц, и я до сих пор вовсе восхищена. Как можно так видеть все абсолютно? Это не передать вот эти мои ощущения, когда ты видишь все. Итоги 22. Когда я готовилась к этому ролику, я решила пересмотреть итоги за 21-й год, и я там упоминала про свой английский. Что вот я начала изучать английский, мне стало нравиться. У меня почему-то были сомнения, что я брошу, да, что мне не настолько зайдет. Но не тут-то было, мой английский начал набирать еще больше оборотов. Теперь помимо занятий с моей teacher, я хожу на speaking club и на book club. Типа, настолько все серьезно. Я осознала очень интересную штуку. Вот я изучаю грамматику, там, лексику мы учим, там, всякие лислинги слушаем. Я общаюсь только со своей teacher. Но у меня был такой языковой барьер из-за какого-то такого самого лучшего опыта общения на английском языке, что вот я прям ступор впадала, если это какой-то другой человек, не моя teacher. Я тут решила немножко помамуться и записалась на speaking club, в дальнейшем на book club. Да, я прочитала наконец-таки свою первую английскую книгу. И мне прям понравилось. Мне прям вкатило. Я прям жду каждую неделю. Мы общаемся на определенную тему. Что-то болтаем. Это так круто! Я понимаю, конечно, сейчас, что у меня еще там уровень А2, А2+, что-то такое. Ну, то есть, не настолько огромное. Ну, я вот чувствую, что за этот год произошел огромный прорыв моего английского. Представляете? Хотя при этом я понимаю, что если вот у вас есть какой-то срок очень сжатый, да, вам нужно к чему-то подготовиться, надо там по нескольких часов в день этим заниматься. Я этим, конечно, не настолько занимаюсь. Да, у вас зловая бизнес-ляда. По чуть-чуть, помаленечку происходит, и это дает свои результаты. Поэтому я хочу вам дать небольшой инсайдик, если вы не знали, то запишите, если знали, просто повторяем. О том, что если вы будете по чуть-чуть делать там каждый день, через день, то у вас что-то получится. Прикиньте, это так, оказывается, работает. Я думала, это просто, знаете, как это успешно, успех, стань и иди. Оказывается, нет. Реально дает свой результат, если вы что-то будете делать. Итоги 22. Ну, если вы думаете, что у меня год прошел, хоп, хей, ла, ла, и так весело и забавно, то не тут-то было. У меня, конечно, были тоже свои факапы и самые приятные моменты. У меня успели украсть канал в этом году. Да, такое тоже происходит. И я с этим плюхалась. Про кибербезопасность тоже не нужно забывать. Я записала также отдельный ролик про это, как же всю историю, всю правду шоу. Как же так получилось, что у меня украли канал. Да, благо, деньги у меня не просили, не шантажировали. Все прошло максимально лайтово. Эта история закончилась довольно-таки хорошо. Поэтому я могу с вами дальше болтать и чему-то вас учить. Итоги 22. Но под конец своих итогов я решила оставить то событие, которое еще не до конца завершилось. Все дело в том, что мне предложили написать укулеле книгу. Предложила мне это сделать издательство Бомбора. Это крупное издательство, нон-фикшн литературы. То есть это не классическая литература. Мы это все сделали. То есть я ее написала, мы сверстали, сейчас отдали корректору в печать. Но когда вы работаете в компании людей, слово дедлайн у нас такое понятие встежимое. Поэтому мы немножечко не подрассчитали силы. И вот планировали выпустить ее в декабре, но как-то так не получилось. Поэтому эта книга, прям настоящая печатная книга, которую вы сможете купить на маркетплейсе или в бумажном магазине. Это вот она. Она такая и будет. Но, естественно, в начале 23-го года. Поэтому не все в раз в этом году у нас и выпуск укулеле, и прочие-прочие всякие ништяки. Что-то оставим на следующий год. Надеюсь, он у нас будет, и мы все будем живы-здоровы. Аминь. Но хочу закинуть вам небольшую затравочку, что это того стоит. Действительно, ваше ожидание и мое ожидание в том числе. Это окупится сполна. Эта книга настолько крута, она настолько интересна, настолько интерактивна. Да, я вам потом расскажу, почему, как же так получается, что она стала интерактивной книгой. Поэтому будем ждать и будем надеяться и верить, что в скором времени она выйдет. И вы сможете учиться не только играть на укулельки по видосикам, но и по моей полноценной укулеле-книге. Итоги 22. И в конце этого ролика хотела вас поблагодарить. Спасибо большое, что вы со мной, что вы приходите ко мне на мероприятие, смотрите мои видосики. Мы с вами общаемся. И, кстати, у меня есть телеграм-канал теперь, куда вы можете вступить и присылать свои какие-то тюркские наигрыши, какие-то свои проблемы, задавать вопросики. Я на все отвечу, и вас ребята остальные тоже поддержат. Что нас еще полноценнее стало укулеле-комьюнити. Это типа сердце. Но вообще я хочу вам пожелать, чтобы вы крепились, держались, у вас была мотивация, у вас были силы, силы что-то делать, силы что-то... Вообще, в принципе, силы жить. Я очень хочу, чтобы мы все были с вами в безопасности, в здравом уме, в гармонии. Наверное, с самим собой, в первую очередь. Чтобы все было, наконец-таки, хорошо. Потому что, камон, пожалуйста, 23-й год, пожалуйста, пощади нас уже. Ну, а мы с вами уже встретимся в новом 23-м году. Не забудьте за эти новогодние каникулы поиграть на укулеле и побольше отдыхать. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро, идите.